Вы с кем-нибудь из тех, с кем учились, продолжаете общаться или нет? Да, конечно, мы дружим. На премьере у меня приехали мои друзья, приехали из разных мест. Они очень, мне кажется, гордятся тем, что мне удалось сделать такую книгу, экранизировать, потому что они все ее знают, любят, но они самые страшные критики всегда. Потому что они же знают ее наизусть, и они знают меня с детства, можно сказать. Во всех экспедициях вместе мы ходили в походы, мы сплавлялись по рекам горным, мы там все побережье Северного Ледового океана обшарили, и Тихоокеанское все. Камчатка, Сахалин, Чукотка вот сейчас и так далее. От Мурманска до Сахалина все наше было. Вы после окончания вуза проработали буквально пару лет, и потом у вас была срочная служба, да? Да. А где служили? А, ну да, собственно, да. Да, мне сказали, забудь об этом, да. Понятно, да. Ну, просто мы были все с высшим образованием, да. А почему так? Вы были выпускник советского вуза, не было военной кафедры, почему? Не было военной кафедры, потому что мы, наш институт готовил специалистов для работы в океанах, морях, во льдах и так далее. Ребята уходили иногда на полгода в экспедиции, и невозможно было пройти полностью курс вот этого обучения. Все остальное там от математики, да, у нас очень хорошо преподавалось это все, да, и до общественных наук, да, это все можно было проходить на корабле, в экспедиции и так далее. Военная кафедра требовала присутствия. Это правда. А вы помните, когда вы впервые книжку прочитали? 78-й год, экспедиция на ОПЕ, она у меня в рюкзаке, значит, я ее читаю на АБИ, причем я ждал возвращения ребят из маршрута, пришел на лодке, встал и почувствовал, что за мной кто-то наблюдает. Потом я узнал, что это медведь приходил к этому же месту, мне стало неловко, страшно, я оттолкнулся от берега и поплыл по реке, вот я читал эту книгу, плыл по реке, вот я начал ее читать тогда, и она в одну ночь у меня фактически ушла, ну, одну, другую, светлые ночи, и все. Так что я очень ее полюбил тогда, и мне кажется, ну, замечательным то, что сейчас удалось экранизировать эту книгу. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.